Здравствуйте! Я Ольга Добрякова. Это программа «Область новостей». И вот о чем мы с коллегами расскажем вам сегодня. Даже в кризис браться за новые направления. Еще одна успешная история маленького, но прибыльного дела в репортаже Юлии Савушкиной. Сегодня кафе Анастасия – одно из ведущих в городе в области стритфуд. Если дословно, то это уличная еда. Довольно простая, быстрая, но в то же время сытная. И главная фишка заведения – это лапша ВОК. Спасибо большое. С нее-то все и начиналось. На переменах они пишут статьи, а после уроков монтируют сюжеты бок о бок с подрастающими журналистами, фотографами, блогерами и тиктокерами. Поработала Марина Корякина. Ежедневно по долгу службы мне приходится задавать десятки вопросов на разные темы своим респондентам. Сегодня впервые в жизни мне самой придется дать интервью. Я очень жутко волнуюсь. Ну что ж, коллеги, давайте начинать. Самбо, румба, танго, ча-ча-ча. За выступлением тамбовских танцоров на Кубке главы города следил Дмитрий Сергеев. Турнир продлится весь день и состоит он из трех отделений. В нем выступят юные участники, которые уже освоили первый уровень мастерства и имеют соревновательный опыт. Вечером свои навыки продемонстрируют танцоры высочайшего уровня и настоящие профессионалы. А сейчас на паркете самые маленькие участники, которые только начинают свой путь. В Тамбове продолжается борьба с распространением коронавирусной инфекции в общественных местах. И это касается не только ношения масок. В местах скопления людей регулярно проводится дезинфекция. Не стал исключением и общественный транспорт. Уже из парка все автобусы выезжают обработанными. Для дезинфекции используются безопасные для здоровья и окружающей среды раствор, который не требует смывания. Также транспорт обеззараживают и в течение дня. На всех конечных остановках кондуктора, когда у них 15-20-30 минут, они обязательно проводят все обработки, все контактные поверхности обрабатываются без средств. Кроме того, соблюдение требований Роспотребнадзора к дезинфекции инспектируется. Этим на конечных остановках занимаются контролеры-ревизоры Тамбов-Гор-Транса в течение всего рабочего дня. Сегодня губернатор Александр Никитин рассказал тамбовским журналистам о мерах, которые предпринимает регион в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Среди тем лекарственное обеспечение, коечный фонд и лабораторная диагностика. Подробнее наш корреспондент Павел Юрасов. Только за сегодня на территории нашей области зарегистрировали 114 новых случаев заражения COVID-19. Всего же за время пандемии заразилось вирусом более чем 11,5 тысяч человек. Прямо сейчас на госпитализации находятся 724 жителя региона. На днях было завершено перепрофилирование коек неинфекционного профиля и дополнительно открыты 30 мест в Рассказовской ЦРБ. В общей сложности в расположении региона 1242 койки. 193 из них оснащены ИВЛ, а почти к 800 подведен кислород. Запасами газа в области проблем нет. По актуальным данным, около 400 человек сейчас дышат с помощью подведенного кислорода. На прошедшей неделе было принято решение о том, чтобы еще 60 коек были развернуты на базе учреждений лечебных, в частности в Тамбове, на базе архиепископа Луки и, соответственно, на базе военного госпиталя. В целом сегодня можно сказать, что у нас 9 ковид-центров специализированных и 12 перепрофилированных отделений, либо на базе инфекционных отделений. В конце октября президент России Владимир Путин поручил выделить регионам деньги для закупки бесплатных лекарств. Тамбовская область готова запустить соответствующую процедуру. Мы сегодня из резервного фонда правительства получаем 40 миллионов рублей, там 38, более точно могу сказать, как раз для обеспечения лекарствами людей, которые проходят лечение амбулаторно. Сегодня отрабатываем варианты, схемы. Управление здравоохранения тоже дано поручение в части взаимодействия с Минпромторгом, с Министерством здравоохранения России заключаются контракты. Надеемся, что в конце ноября все сроки исполнения контрактов наступят, и эти лекарства будут поступать. В схеме доставки задействуют медицинских работников и волонтёров. Кроме того, уже 20 ноября в Тамбове планируют открыть новую ПЦР-лабораторию на базе областной больницы мощностью 1 тысяча тестов в сутки. На её оснащение предусмотрели 40 миллионов рублей. До конца года подобную лабораторию могут открыть и на базе 2-й городской больницы Мичуринска. Павел Ярасов, Оля Косипов, Александр Кобзарёв. Область новостей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире и стране, Тамбовская область по итогам 9 месяцев года сохранила высокие темпы развития. Так, индекс промышленного производства составил 107%, а по отдельным отраслям до 130%. По этому показателю регион занял третье место в ЦФО и девятое в России. Такие данные озвучили на еженедельном совещании у губернатора Александра Никитина. Что касается пищевой промышленности, то на 37% выросло производство свинины, растительных масел. Не отстаёт и обрабатывающее производство. 30-ти процентный рост показала металлургия с приростом в 24-21%. Соответственно, сработало производство мебели и текстильных изделий. Сельское хозяйство показывает новые рекорды. Урожай зерновых впервые в истории области превысил отметку в 5 миллионов тонн. Цифры статистики говорят и об успехах в строительстве. С начала года в регионе построили почти 2,5 тысячи квартир. Новостройки востребованы в том числе благодаря ипотеке. Банки выдали 6246 ипотечных кредитов. Повторяю, сегодня скажу, что не носят эти показатели случайный характер. Они не появились сами по себе, не сами абсолютные, а относительно их величин и значения. Так и динамика изменений. Это результат наших решений, правильных решений, принятых весной этого года. Поэтому ещё раз говорю, за это всем спасибо. Некоторые показатели наиболее, наиболее отчётливо свидетельствуют о социально-экономическом положении в Тамбовской области. Это и уровень безработицы, который ниже среднероссийского в 2,5 раза. Это и рост налоговых поступлений, большую часть из которых составляет НДФЛ и налог на прибыль. Ещё одним вопросом совещания стал анализ исполнения бюджета 2020 года за 9 месяцев. Доходы на 1 октября превысили 43 миллиарда рублей, тогда как расходы оказались на 640 миллионов меньше. Таким образом, сегодня достигнут профицит бюджета. Губернатор обратил внимание на необходимость соблюдения бюджетной дисциплины. Она оставила карьеру банковского работника и открыла бизнес в Тамбове. Теперь сеть кафе Анастасии Нечаевой настолько популярна, что даже в кризис коллектив готов браться за новые направления. Ещё одна успешная история маленького, но прибыльного дела в сюжете Юлии Савушкиной. Ещё три года назад она и думать не могла, что сменит успешную карьеру в банке, которому посвятила больше 12 лет жизни, на общепит. Анастасия Нечаева владелец сети кафе в Тамбове. Стимулом к открытию собственного дела стало рождение второго ребёнка. Мамочка в декрете задумалась о дополнительном заработке. Сегодня кафе Анастасии – одно из ведущих в городе в области стритфуд. Если дословно, то это уличная еда. Довольно простая, быстрая, но в то же время сытная. И главная фишка заведения – это лапша ВОК. Спасибо большое. С неё-то всё и начиналось. Необычным блюдом в коробочке Анастасия заинтересовалась, когда увидела что-то похожее в фильме. Нашла удачный рецепт, подключила кулинарный талант, немного фантазии. Семья и друзья были в восторге от модной лапши собственного приготовления. А значит, решила Анастасия, её ВОК понравится и всему городу. Свежие овощи, которые быстро жарятся на хорошей, большой температуре. А куриная грудка и сама по себе лапша, она может быть фунчоза гречневая, там, соба, удон, ну, любую лапшу на ваш выбор. Соответственно, это как полноценная еда. На все свои сбережения, которые были, купили футрак, такой серебристый, не знаю, или нет. И вот думали, что все захотят нас поставить и в городе, и вообще, ещё и есть нашу лапшу. Ну, как бы это было самое большое убеждение там себя, в первую очередь, да, того, что это будет так. В итоге никто никуда не поставил. Чтобы спасти бизнес, Анастасия пришлось пересмотреть подходы. Осознала ошибки, набралась знаний и пришла к выводу, что к любимой лапше людей ещё нужно подготовить. Так девушка открыла доставку более привычных на тот момент пицц и роллов. А спустя время и первое кафе. Небольшое, всего с тремя столиками, зато своё. Местная кухня настолько понравилась тамбовчанам, что за год доходы заведения выросли в 10 раз. Как вдруг 2020-й, пандемия, кризис. Для меня, в первую очередь, это было большим ударом. Я себе позволила минут на 10 подумать о том, что это всё. Это была, ну, какая-то 10-минутная слабость, когда точно нужно. Всё. Ну, и тут же, как бы, вот здорово, что есть команда, которая вот тебя поддерживает. Они, в принципе, понимают, что... Или я, наверное, понимаю, что сзади меня там за мной идут люди. Сейчас мы проанализировали октябрь, к примеру, если брать 19-го года и октябрь 20-го года. Мы выросли на 20%. Но это был тяжёлый год. И даже если брать, да, вот эти... Значит, мы всё правильно делаем. С началом пандемии в кафе, как ни парадоксально, начали активно развивать новые направления. Например, создали доставку продукции от местных фермеров. Одним ударом убили даже не двух, трёх зайцев. Обеспечили рост доходов. Коллегам-бизнесменам помогли остаться на плаву. А население накормили натуральными продуктами. Мы сейчас с вами один пакетик, тут несколько, да. Это вот утка, к примеру, выращена в Уваровском районе, точно на зерновом отпор. Мы ездили туда, мы всё видели, мы знаем, кто наш поставщик. Мы работаем только с проверенными, потому что, ну, бывает, да, когда там не все так относятся, как мы бы хотели, чтобы относились люди к этому. Но я даже её недавно сама готовила, она изумительная. Это мулард. Кура тоже самая. Да? Вот. Упаковываем мы сами, потому что именно в вакууме она лучше сохраняется. И сейчас, когда таких жёстких ограничений, как весной, в регионе уже нет, доставка от Анастасии пользуется спросом. А потому в планах у бизнес-леди расширять это направление. К концу года в кафе задумали выпуск собственных полуфабрикатов. Пельмени, котлеты и сырники тоже будут экологически чистыми из сырья местных производителей. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Анна Мусатова. Область новостей. Осторожно, школа. Газета с таким названием появилась в Петровском районе. Издание выпускают ученики из Бердеевской школы. Юные журналисты на переменах пишут статьи, а после уроков монтируют сюжеты о жизни учебного заведения. Наш корреспондент Марина Корякина поработала бок о бок с подрастающими коллегами и даже попробовала себя в роли спикера на детской пресс-конференции. Все подробности в сюжете нашей съёмочной группы. На планёрке в этой редакции каждый раз разное число репортеров. Ребята в том возрасте, когда поиск себя приветствуется, поэтому текучка кадров вполне оправдана. Ну а те, кто остаются, предлагают свои идеи и пробуют создавать новостной продукт. Следующий выпуск газеты, видеоролик. И я планирую выпустить челлендж. А ещё нужно наведаться на школьную кухню, снять материал о визите нашей съёмочной группы. Как-никак, инфоповод. Для работы есть всё необходимое. В техническом плане ученической редакции могут позавидовать некоторые районные издания. Медиацентром и молодыми журналистами заправляют преподаватели истории Мария Куличкова. Пять лет назад, когда девушка приходила в Избердеевскую школу ещё в качестве ученицы, она уже была редактором газеты «Наше время». Сегодня и названия новые, и корреспонденты. Когда я выпустилась из школы, я перестала следить за историей школьной газеты. И в этом году получила диплом из Державинского института. И когда я пришла устраиваться, мне сказали «Мария, медиа-центр твой». На что я ответила «Ура!». У нас поменялось название. Это, наверное, один из важных фактов, потому что новый коллектив, новое поколение. Работа с текстом интересна не всем. Например, 10 класс приличает больше формат видео. Одна из задач на сегодня – снять пилотный выпуск программы «Школьные ревизоры». Сценарий популярной телепередачи воплощают прямо в пищеблоке. Повара уже успели привыкнуть к камерам и послушно принимают участие в съемках. Кстати, благодаря школьному медиа-центру интеллектуальный и культурный объем работают в обе стороны. Так что педагоги тоже не остаются за бортом медиаграмотности. Когда создавали мы медиа-центр, мы хотели привлечь детей, чтобы они развивали свои коммуникативные, прежде всего, способности. Но так вышло, что они, дети, нас учат этому, потому что во всех этих приложениях они ориентируются лучше и быстрее, чем мы. Это они нам предлагают уже сейчас в медиа-центр создать какую-то программу в приложении «Войти ТикТок». Мы-то только знали, что у нас есть одноклассники, есть ВКонтакте, есть Фейсбук. То есть мы для взрослой аудитории новости показываем. А дети уже предлагают свою молодежную среду, в которой они общаются. Пока работа с новыми соцсетями налаживается, юные журналисты кооперативности стремятся в бумажном издании. В совместных потугах принтера и Марии рождаются номера газеты «Осторожно, школа». Пока это восемь черно-белых полос. В планах выпускать и цветные варианты. Печатать, если честно, очень сложно, потому что принтер капризный. Мы ее ласково называем Лариса. Она у нас женского пола, очень капризная. Ей нужен определенный ноутбук. Не всегда напечатается эта программа. Ей то PDF нужно, то паблишер, то просто попрыгать, то погладить, то на какие-то кнопочки нажать. То есть каждый месяц у нас вот какая-то новая неприятность. А совсем скоро школьное издание еще и запестрит профессиональными снимками. Учитель математики Ольга Кучкова отлично ладит не только с числами, но и с цифровым фотоаппаратом. Руководство школы к увлечению молодого педагога равнодушным тоже не осталось. Ольге предложили передавать свои знания детям. Теперь девушка учит школьников выстраивать экспозицию и настраивать выдержку. Пока занятия идут в точке роста. Однако юные дарования рамками учебного пространства не ограничены. Впереди пейзажные съемки. И решили, чтобы детям не было скучно, чтобы они очень много сейчас проводят время в виртуальном мире и фактически не обращают внимания вообще на окружающий мир. И посредством вот такого творческого объединения «Юный фотограф» мы с ними можем увидеть красоту природы вообще, красоту нашего мира, красоту отдельного человека через объектив. Поэтому я считаю, что сейчас фотография, она очень модна. Все ведут Инстаграм, Контакт, везде все загружают. И мы с ним будем учиться делать это правильно. Ежедневно по долгу службы мне приходится задавать десятки вопросов на разные темы своим респондентам. Сегодня впервые в жизни мне самой придется дать интервью. Я очень жутко волнуюсь. Ну что ж, коллеги, давайте начинать. Я Дикор Елизавета, учащийся в 10-м веб-классе. Хочу задать вам вопрос. Какие профессиональные рекомендации вы можете дать тем, кто хочет дальше продвигаться в вашей серии? Придумать хороший вариант в нашем деле – половина успеха. И у ребят уже сейчас это отлично получается. Так что всмотритесь в эти лица повнимательнее. Велика вероятность, что в ближайшем будущем кто-то из них станет вашим любимым блогером, звездой Ютуба или телеэкрана. Марина Корякина, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. Новый зрительный зал, библиотека и музей старины. Благодаря капитальному ремонту Дворца культуры жители села Чутановка Кирсановского района смогут интереснее и полезнее проводить свой досуг. Открытие обновленного учреждения состоялось в минувшую пятницу. Подробности в сюжете Марии Шумейкиной. Здание Дома культуры в селе Чутановка было построено еще в 70-х годах. Тогда оно сразу стало центром культурной жизни и остается им по сей день. Правда, отдыхать и творить в обновленном ДК все же приятнее. Долгожданный ремонт расширит возможности этого учреждения. У меня не хватало, если честно. Но мне кажется, там будет намного интереснее, чем раньше. Мы очень ждали с нетерпением, потому что каждый вечер всегда открывали, всегда мы проводили здесь время. Всегда достаточно весело. И теннис, и музыку послушаем, и просто пообщаемся. Ну, отреставрировали, конечно, стало, наверное, красивше, лучше. Я еще туда не заходила, сейчас посмотрю. На капитальный ремонт было затрачено более 10 миллионов рублей. Особенно радует жителей новый зрительный зал, где проводятся мероприятия и праздники. Заняться есть чем. Танцевальный кружок. В основном дети в нем участвуют. Руководитель Елена Сергеевна Родионенко. Наш конек, можно сказать. Потому что дети с удовольствием бегут и на репетиции, и на выступления. Родители помогают. Есть родительница, которая шьет нам костюмы. Нам повезло очень в этом плане. Сами знаете, как тяжело это приобрести все. У нас есть вокальная группа. Преобразилась и общедоступная библиотека. Разнообразные книги легли на обновленные полки. И обстановка здесь располагает к чтению и размышлениям. С ремонтом изменился вид библиотеки. Поменялись стеллажи, столы были куплены. Ну и книги, конечно, у меня книги хорошие есть. Читают пользователи, пользуются книгами, приходят. Приезжих очень много летом приезжают. В Доме культуры бережно сохраняют народные традиции. Теперь здесь есть целая музейная комната, где собраны предметы старины. Музейный фонд накапливался здесь десятилетиями. И все эти предметы ранее принадлежали местным жителям. Посетитель как будто попадает в старинную избу. В музее можно найти настоящий лапти, рубель, духовой утюг. И это не просто экспонаты. На базе учреждений есть фольклорный кружок, на занятиях которого предметы активно используются. Пишем сценарий и начинаем репетировать. Потом используем в наших обрядовых сценах вот эти вещи. И выносим это все на сцену с ясельного возраста. И дети, которые даже уже закончили 9 классов, учатся, уже студентами стали, все равно нас не забывают принимать участие. Интересно чувствуется? Конечно, конечно. Потому что мы не только фольклором занимаемся, мы там же танцуем, поем. Это уже второй ДК, который обновили в Кирсановском районе. Ремонт удалось провести благодаря нацпроекту «Культура». Всего в этом году в рамках его реализации в современные культурные учреждения превратились 4 сельских клуба. В Сосновском, Кирсановском и Тамбовском районах. В целом более 30 миллионов, порядка 34 миллионов средств было выделено из федерального, областного и местных бюджетов. Плюс еще порядка 5 миллионов в целом выделялось на приобретение, на укрепление материально-технической базы, чтобы здания не только были отремонтированы, но еще и имели возможность дома культуры приобретать звук, новый свет новый, одежду сцены, кресла и так далее, чтобы они были у нас укомплектованы. Открытием этого учреждения завершился план реализации нацпроекта. В этом году в 2021 в области появится еще как минимум два обновленных Дома культуры. Мария Шумейкина, Михаил Мальцев, Анна Мусатова. Область новостей. В минувшие выходные свой занавес для театральных коллективов открыл фестиваль «Виват Театр». Несмотря на все сложности и ограничения в условиях показов, организаторам удалось создать для зрителей максимально интересную и достойную программу. Все подробности в сюжете Елены Хромовой. Пандемия коронавируса в этом году внесла существенные коррективы в работу артистов и театров. Многие уже не верили, что культурная жизнь начнет так стремительно развиваться. К счастью, это произошло. Пусть даже и в несколько другом формате. И фестиваль «Виват Театр» вновь распахнул свои двери для любителей театрального искусства. Фестиваль «Виват Театр» стал первым крупным мероприятием после продолжительного перерыва. И несмотря на неблагоприятную обстановку с пандемией, его решено было не отменять. Все мои друзья и коллеги считали, что я сумасшедшая, что я еду в такое время в Тамбур. А мне кажется, что здесь просто происходит геройство. Герои-руководители города, герои-руководители театра. Потому что проводить сейчас фестиваль, тогда, когда закрываются вообще все театры, фестивали и так далее, и проводят с большой любовью, и как всегда, имеют большой успех, мне кажется, что это просто подвиг. Вместо дружественных объятий – дистанция, вместо улыбок на лице – маски. Чтобы не было столпотворения, зрители сразу проходят в зал. В связи с ограничениями он будет заполнен только наполовину. Фестиваль всегда был ярким событием, как для наших ценителей сценического мастерства, так и для соседей из других регионов. Для них «Виваттеатр» пройдет в виртуальном формате. Мы примерно видим то же количество, что и посещает театр в обычные дни, в здоровой обстановке, скажем, в неделю. Мы понимаем, что некоторые наши посты, некоторые наши информационные какие-то сообщения, ну, может быть, какие-то познавательные сообщения, иногда собирают 3-5 тысяч в первый день показа. Это действительно очень здорово, даже для хороших федеральных ресурсов. Открыл фестивальную программу «Видогонь-театр» из Москвы. Спектаклем пришел мужчина к женщине. Сегодня зрители увидят постановку уже московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова «Весна» по рассказам Михаила Задорнова. Елена Хромова, Александр Позняков, Евгений Мещеряков. Область новостей. В минувшие выходные прошли горячие соревнования. Самбо, румба, танго, ча-ча-ча за первенство боролись тамбовские танцоры. А на кону внушительный приз – Кубок главы города. О турнире расскажет наш корреспондент Дмитрий Сергеев. С самого утра дворец спорта Антей заполнила зажигательная музыка и невероятная энергия. Иначе быть и не может, ведь здесь проходит уже восьмой фестиваль по спортивным бальным танцам на Кубок главы города Тамбова. Турнир продлится весь день и состоит он из трех отделений. Днем выступят юные участники, которые уже освоили первый уровень мастерства и имеют соревновательный опыт. Вечером свои навыки продемонстрируют танцоры высочайшего уровня и настоящие профессионалы. А сейчас на паркете самые маленькие участники, которые только начинают свой путь. К сожалению, из-за пандемии на соревнованиях действуют строгие ограничения. Например, здесь нельзя присутствовать обычным зрителям. А ведь посмотреть тут есть на что. Дети танцуют две программы – стандартную и латиноамериканскую. И в каждой программе есть свои танцы. То есть в стандартной программе пять танцев – медленный вальс, танго, квикстеп, медленный фокстрот и квикстеп. И в латиноамериканской программе тоже пять танцев – это ча-ча-ча, самба, румба, пасадобль и джайв. И знаменателен турнир еще тем, что мы второй год сотрудничаем с областным симфоническим оркестром. Мы танцевать будем сегодня в вечернее отделение под живую музыку. Арине Костиковой восемь лет, и из них уже больше четырех она занимается танцами. В соревнованиях любит примерять разные образы и всегда стремится побеждать. Мы спросили у девочки, почему ей нравятся именно танцы. Потому что это не вредит здоровью, это очень занимательное дело. А ты сама захотела танцевать, или родители? Нет, мама сделала мне сюрприз и записала. И как тебе сюрпризы? Очень хороший, очень-очень хороший. Ангелину Немченко и Максиму Мишевеляне поставили в пару в 2003 году, когда им было по шесть лет. И они до сих пор танцуют вместе. На турнире пара выступит только вечером, а пока ребята наставляют и поддерживают своих маленьких подопечных. Когда ты сам танцуешь, ты волнуешься только за себя. Как ты выступишь, как ты подашь себя зрителям, как зритель тебя принят. Но и с детьми, вы сейчас сами видели, мы волнуемся вдвойне. Волнуемся в первую очередь за детей, волнуемся за их родителей, волнуемся за свой коллектив. Да, именно энергетически затратно, что вот с детьми, что вот с самим танцевать, все-таки ты энергию отдаешь. Отдаешь ее зрителям, когда ты тренируешь, отдаешь ее ребятам, которые с тобой тренируются. Победители выявляют профессиональные жюри, в состав которого входят даже специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Евгений Мещеряков. Область новостей. И на этом все. Телефон нашей редакции 56 46 48. Звоните, если вам есть о чем рассказать. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин